В тот самый день, когда Россия вернет Украине Крым, прицепом к этим территориям придется возвратить еще и Таганрог, а вместе с ним несколько десятков тысяч квадратных километров земель, ранее входивших в состав Украины. Сегодня Россия должна Украине не только Крым, но и Северную Слобожанщину, 26 районов Центрально-Черноземной области. Это части Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей, а также часть Ростовской области вместе с городом Шахты и Таганрогом. Звучит фантастически, если не знать истории территориальных обменов России и Украины. Перечисленные территории были частью Украинской ССР. С развала Советского Союза россияне все время влажно мечтали о Крыме, считая, что он был передан Украине незаконно. Ну, раз так, то и Таганрог вместе с Курском, Брянском, Белгородом и Воронежем в составе России тоже находится на не вполне законных основаниях. Часто звучат утверждения о том, что в 1954 году засушливый Крым был обменен на украинские черноземы. И эти утверждения об обмене имеют абсолютно все основания, о чем скажем ниже. Разве что хронологически такие обмены не совпадают. Но это не меняет сути. Перед 1954 годом последнее изменение российско-украинской границы состоялось в 1928, то есть за 26 лет до передачи Крыма в состав УССР. Таганрог и его окрестности в 1920-25 годах принадлежали Украинской ССР, а в 1887 находились в составе Екатеринославской губернии. Это части современной Днепровской, Донецкой и Луганской областей. В состав УССР в 1920-1925 годах входила и Александра Грушевская округа. Это город Шахты и окрестности, нынешняя Ростовская область. Некоторое время в состав Украинской ССР входили земли Северной Слобожанщины, юг современной Воронежской и значительная часть Белгородской области. Таганрогщину с Северной Слобожанщиной объединял преимущественно украинский национальный состав населения и то, что эти территории, в отличие уже от Кубани, непосредственно граничились у СССР. В свое время именно этнографический фактор был положен в основу формирования границ УНР, а потом и УССР. В период существования украинского государства Гетмана Скоропадского в 1918 году в его состав входила Белгородщина. Это обстоятельство учитывалось и большевиками, которые начали наступление на Украину зимой 1918-1919 годов. Правительство Советской Украины, принятым декретом, утвердило принадлежность Белгородского уезда к Харьковской губернии, то есть к украинской стороне. Эта позиция вызвала недовольство руководства Курской губернии, в состав которой Белгород входил до революции. Окончательное решение было за Кремлем, в результате непосредственного указания которого в феврале 1919 года признавались действующими дореволюционные межгубернские границы, а следовательно Белгородский уезд передавался России. В 1920 году и позже руководство УССР неоднократно поднимало вопрос о передаче Белгорода республики. При рассмотрении вопроса о границе в 1924-м Российско-Украинская комиссия согласилась в следующем. В основе урегулирования границ между УССР и РСФСР положить принцип этнографический в понимании присоединения к республике территории, непосредственно граничащей с ней и заселенной в абсолютном или относительном большинстве населением соответствующей республики. Однако этот критерий, поддержка которому прозвучала даже в резолюции исполкома Коминтерна, решением президиума ЦИК СССР был фактически проигнорирован. Украинская же сторона и в дальнейшем пыталась воплотить его в жизнь. Так, тезисы июньского 1926 года пленума ЦК КПБУ об итогах украинизации завершалась такой установкой. Вести дальнейшую работу в деле объединения в составе УССР всех смежных с ней территорий с украинским большинством населения, входящих в Советский Союз. Результаты переписи 1926 года обнаружили, что украинцы составляли абсолютное большинство на Таганройщине и в 26 районах Центральной Черноземной области, так называемой Северной Слобожанщине. Несмотря на полученные сведения и уже анонсированную реформу административно-территориального деления в РСФСР, руководство Украинской ССР активизировалось в вопросе пересмотра границ. В докладной записке Николая Скрипника, написанной по поручению Политбюро ЦК КПБУ в мае 1928 года напоминалось, что согласно решению исполкома Коминтерна, присоединение к УССР смежных территорий с украинским большинством населения является одним из мероприятий, которое ликвидирует предыдущее колониальное состояние украинского народа. Украинский партийный босс Каганович в письме Сталину от 25 мая 1928 года просил поставить на закрытое заседание секретариата ЦК ВКПБ вопрос о передаче УССР уездов с большинством украинского населения Курской и Воронежской губерний в связи с центрально-черноземной области. Однако Кремль отклонил территориальное ходатайство Украины, зато под влиянием этих ходатайств и вследствие непосредственного давления украинской стороны, в населенных преимущественно украинцами местностях РСФСР временно улучшилось официальное отношение к национально-культурным потребностям украинцев. Такие действия, с одной стороны, ослабляли протестные настроения крестьянских масс накануне и во время коллективизации, но с другой возникал логичный вопрос, а почему бы эти районы, которые компактно расположены смежно с Украиной, не присоединить к ней? Конец такому лояльному отношению к украинцам положили постановления ЦК ВКПБ и СНК СССР от 14 и 15 декабря 1932 года, которыми компания украинизации за пределами Украинской ССР объявлялась Петлюровской и немедленно отменялась. Речь шла об исторически и этнически исконно украинских землях, население которых традиционно разговаривало на украинском языке и на насильственную русификацию которого понадобилось несколько десятилетий. Это если не вспоминать еще и другие украинские этнические земли в составе России. Кубань, Краснодарский край и так далее. Результатом территориального размежевания между УССР и РСФСР с 1919 по 1928 годы стало то, что все сопредельные территории, где украинцы не составляли большинства населения, были изъяты из состава Украины. Но взамен уезды с украинским большинством населения, смежные с территорией УССР, Россия Украине так и не вернула. То есть при территориальном разграничении между РСФСР и УССР Кремль учитывал этнографический принцип при присоединении заселенных преимущественно русскими территорий в состав России, но игнорировал этот же принцип, когда стоял вопрос о присоединении соответствующих территорий в состав Украины. Если Москва в 2014 году говорила о восстановлении какой-то эфемерной исторической справедливости при аннексии Крыма, тогда уж, руководствуясь такой логикой, стоило говорить и о возврате Украине тех российских территорий, которые принадлежали Украинской ССР. Причем в последнем логики значительно больше, особенно если учесть тот факт, что передача Украине Крыма в 1954 выглядит по сути завершением обмена территориями, который начался еще в 1920-е годы. То есть забрали Крым? Ну тогда верните Таганрог. На переговорах по деоккупации Крыма и на всех встречах на высшем уровне Украина обязана говорить о грабительской политике Москвы в отношении территорий, несправедливо изъятых у Украинской ССР с 1919 по 1928 годы. Не стоит забывать, что Российская Федерация сегодня является правоприемницей Советского Союза, а значит никуда не денется от дискурса на эту тему. Конечно же, никто в Украине не будет требовать возврата Таганрога, Курска, Белгорода, Брянска и Воронежа, но это не точно. Однако сам факт несправедливого территориального размежевания и в целом преступная национальная политика Москвы в прошлом, да и в настоящем, складываются в безупречную доказательную базу для усиления давления на Россию при поддержке международного сообщества, в результате чего Крым обязательно будет деоккупирован и возвращен в состав Украины. Правда, стопроцентно на стороне украинцев. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на Патреон. Ваше участие очень ценно и помогает каналу существовать. Кроме этого, патроном доступен дополнительный контент, присоединяйтесь. Всем добра и здоровья!